Привет! В этом ролике хочу поговорить о такой теме, как счастье. В принципе, каждый человек стремится к счастью в какой-то степени. Это то, чего он на самом деле желает, это быть счастливым. И какие бы цели перед собой человек не ставил, какие бы задачи, статусы, вещи, способности и так далее, все это просто попытка обрести счастье, вот быть счастливым. В чем же заключается счастье человека и почему счастье заключается именно в том, о чем я скажу? Счастье человека заключается в том, чтобы по-настоящему раскрыть свое предназначение. Цели, которые человек перед собой может поставить, все это ограниченные истории. То есть, какую бы большую цель перед собой человек не поставил, когда он ее достигнет, он окажется перед бесконечной пустотой. Потому что, если это все, что он готов был видеть в себе, то дальше его существование бессмысленно, он становится супер несчастным человеком. Как, например, можно так сказать про деньги. По-хорошему, многие из нас ставят в себе какие-то цели, и когда мы идем к этой цели и достигаем реализации этой цели, мы себя чувствуем счастливыми, потому что вот я смог чего-то достичь, я смог раскрыть в себе какую-то сторону, но при всем том величии, человек ставит себе цель заработать миллион, хорошо, он идет, пока он движется к этой цели, каждый шаг, который приближает его к этой цели, делает его более счастливым. Какие бы страдания, мучения ему не приходилось преодолевать ради этого, все, что приближает человека к этой цели, делает его счастливым. Да, он хотел бы, чтобы было более легким, но пока этот шаг работает, пока он приближает к его цели, он на него пойдет, и это будет приближать его к его счастью. Это может быть не связано с получением удовольствия. Получение удовольствия – это не равно счастью. Получение удовольствия – это в данный конкретный момент ощутить какой-то минутный кайф. Оно в принципе не может длиться долго, потому что удовольствие – это то, что заканчивается. Человек не в состоянии получать удовольствие от какой-то вещи бесконечно, оно удовольствие надоест от еды, от всего, что угодно. Даже любимое блюдо, полученное в неограниченном количестве, опротивит человеку очень быстро, и как раз наоборот дозированное удовольствие сохраняет связь с вещью дольше. А счастье – это то, что человек может испытывать постоянно. И пока человек занимается раскрытием, реализацией своего предназначения, своей поставленной задачи, он будет чувствовать себя счастливым. Но когда человек достигнет этой задачи, когда он ее реализует, окажется, что он находится в какой-то пустоте. Чем более ограниченную человек перед собой задачу ставит, тем меньше тот уровень счастья, на котором себя человек будет ощущать. Потому что человек, который был создан как часть всего мира, который называется малым миром, когда он ставит перед собой какую-то очень узкую ограниченную задачу, получается, что он реализует себя только на какой-то мизерный процент. И если мы говорим о том, что потенциал человека практически безграничен, как он рождение Творца, то и уровень счастья, который человек может испытывать, он на самом деле тоже таков. Поэтому если человек хочет по-настоящему испытать счастье, то как бы это сейчас просто не прозвучало, и может быть, кого-то это оскорбит в своей простоте, по-хорошему человек должен стремиться к тому, чтобы раскрыть свой потенциал, ради чего он пришел в этот мир, ради чего Всевышний его создал. Реализовать то, ради чего Всевышний создал этот мир, ради чего человек пришел в этот мир, и двигаться в сторону того, чтобы прилепиться к Богу. Кажется, что это скучная, неинтересная задача, и никакого счастья в ней вообще нет. Такое отношение есть у нас, во-первых, потому что мы в большинстве своем никогда не пробовали делать ничего подобного, поэтому не видим в этом никакого результата. То есть стать инженером кто-то пробовал, может быть, кто-то даже и стал. Достичь каких-то жизненных высот тоже нам понятно, мы видим, как люди на это опираются. Но вопрос, насколько по-настоящему это способно сделать человека счастливым. И приобретая эти вещи, если человек ограничивает свою жизнь, реализацию своего потенциала, человек ставит равный тем суммам денег, которые он может заработать, получается, что все, что человек есть, это только деньги. И все, что остается за кадром, там, отношения хорошие, там, то, что люди его ценят, то, что он будет испытывать поддержку, все, что есть в этом мире, все хорошее, что он может сделать, если человек ограничивает это только материальными вещами самими в себе, то и счастье, которое он может испытывать, оно тоже ограничено. С другой стороны, если человек будет искать, каково же его настоящее предназначение, зачем Всевышний его в этот мир послал, и человек будет пытаться искать это всю жизнь, то каждый шаг, который будет приближать человека вверх, в сторону бесконечного Творца, будет делать его счастливым, несмотря на то, что человек может, там, жить всю жизнь. Вот многие люди задают вопрос, как вот вообще такая тема происходит, что, там, религиозные люди живут в какой-то, там, варятся в своей каше, там, человек, там, посвящает время изучению Торы, сколько там и Торы этой уже есть, там, пятикнижие можно прочитать за достаточно короткий период времени, даже Талмуд можно весь изучить. В чем вот этот смысл бесконечного изучения все это в глубину и так далее? Ну, как бы, хватит уже остановиться на каком-то этапе, ты и так уже умный, ты и так уже, там, никто лучше тебя этого уже и так не знает, ты сидишь там целый день, там, ты пошел, там, помолился и так далее. В чем вообще прикол такого существования, вот, в рамках религиозного сообщества? Неужели человек, не ставящий перед собой цели, там, перевернуть весь этот мир, может быть счастливым? На самом деле, да, именно благодаря тому, что человек цепляется не за какие-то размеры этого мира, человек не ставит перед собой цель, я хочу объездить весь мир. Хорошо, ты объездишь весь мир, есть люди, есть такое сообщество, да, которое ставит перед собой цель объездить весь мир, очень небольшое количество людей, которые действительно в этом практически преуспели. что дальше? Хорошо, ты объездил весь мир, мир устал лучше от того, что ты его весь объездил, тебе как-то, там, что-то, да, ты увидел много удивительных вещей, тебе это что-то в жизни добавило, но насколько это повлияло на твое, как бы, перманентное счастье? Хорошо, пока ты едешь в какую-то новую страну, ты счастлив тем, что ты достигаешь реализации, поставленной перед собой задачи, но что дальше? Ты посетил эту страну, ты посетил все страны в мире, ты придумаешь себе новую цель посетить, как бы, их повторно, второй раз, улететь на Луну, каждый раз, когда человек ставит перед собой цели, рамки которых ограничены, и смысл в которых достаточно ограничен, достигая их, он перестает быть счастливым человеком, потому что счастье, это как раз процесс, это результат определенного процесса, это не то, чего человек может, как бы, выиграть в лотерею, да, удовольствие ты можешь выиграть в лотерею, но счастья нет, счастье это то, что ты способен ощущать сам по себе, вне зависимости от того, кто ты, где ты находишься, в каких условиях ты живешь, если ты стремишься к тому, чтобы по-настоящему реализовать свой внутренний потенциал, не придумывая с собой короткую сказку про свою жизнь, а настоящую цель, для чего ты пришел в этот мир, может быть, ты сейчас еще не знаешь этого, что от тебя Всевышний хочет, тогда иди, ищи это, каждый шаг, который будет тебя приближать к пониманию того, что ты способен сделать, и какие силы тебе Всевышний дал, в том плане, что ты можешь сделать из этого мира, будет давать тебе возможность, ощутить себя счастливым на намного более высоком уровне, это как все равно, что человек, который поставит себе цель, чтобы стать известным, например, певцом, он будет ощущать счастье, когда он выходит на сцену, и когда к нему подходят поклонники, какой ты классный, мы тебя так любим, ты изменил нашу жизнь, человек будет ощущать свое счастье, но по ошибке, не знаю, перепутав концертный зал, придя вместо там рок-концерта в оперу, где вообще его никто не знает, и никому он не нужен, человек будет испытывать максимальную степень несчастности, что он никому здесь не нужен вообще, и все будут раздражены тем, что он пришел сюда, зачем ты вообще нам нужен, вообще то, что ты делаешь, даже музыкой нельзя назвать. Человек будет максимально несчастен. Представьте себе, насколько, например, если человек стремится к тому, чтобы быть нужным, быть ценным в этом мире, представьте себе, насколько, какой уровень счастья человек может испытывать, когда он нужен не просто самому себе, не просто своей семье, не просто своим друзьям, а когда он нужен творцу вселенной. Он нужен всему мирозданию, всему человечеству. Ощущение этого способно сделать человека счастливым на таком уровне, на котором это сложно себе даже представить. И достижение этого счастья не связано с тем, что человек должен прыгнуть на седьмой этаж, не с тем, что он должен там нырнуть в глубину океана и достичь дна во всех местах, где это возможно. Можно, находясь в том же состоянии, в котором ты есть, просто делая то, что реализует твою связь с Богом, но делая это по-настоящему хорошо, по-настоящему выкладываясь на максимум, человек может достичь невероятного уровня счастья и жить всю жизнь счастливой жизнью, какие бы невзгоды его не постигали. Поэтому стоит стремиться только к настоящему счастью, опасайтесь подделок. Если кажется, что это не так, можно попробовать. Это бесплатно.